Продолжение следует... Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов сегодня» в студии Екатерины Игнатьева и смотрите выпуски. Рухнул под тяжестью поезда. Из-за крушения железнодорожного моста в реке оказались два вагона с зерном. Дворнадзор. В объектив видеокамеры съемочной группы «Саратов-24» попали разбитые дворы домов по улицам Луговая и Украинская. За здоровый образ жизни в Саратове прошел межрегиональный молодежный форум «Трезвая молодежь. Выбор России». В начале выпуска срочная информация. В Откарском районе Саратовской области рухнул поезд. ЧП произошло в районе села Жерновка около пяти часов вечера. Товарный поезд следовал по маршруту Петровск-Откарск. В результате обрушения мостовой конструкции восемь вагонов сошли с рельсов, а два, груженные зерном, упали в реку Березовка. На месте работала наша съемочная группа. Подробности инцидента в итоговом выпуске новостей. И к другим темам выпуска. В честь дня рождения города Саратова наградили почетных граждан региона. В зале областной филармонии собрались больше тысячи людей. Среди гостей – почетные жители, представители власти и общественники. Перед гражданами сначала выступили творческие коллективы, затем слово взял губернатор Валерий Радаев. Поздравив жителей с 426-летием, он наградил работников культуры, образования, медицины, а также промышленных предприятий, вручил им почетные грамоты и отличительные знаки в виде ордена. Вы знаете, как-то о себе вообще трудно всегда говорить. Но я уже 25 лет возглавляю образовательное учреждение. И стараемся с коллективом вместе работать, добиваться определенных успехов. Саратов вправе претендовать на звание лучшего города по Волжье. Самого динамичного и привлекательного для гостей. И поверьте, по мере воплощения задуманного, амбиции наши возрастут. И мы станем лучшим городом России. Всего же глава региона наградил 20 почетных граждан области. После торжественной церемонии концертная программа для всех присутствующих продолжилась. Ну а день рождения города будут отмечать на Театральной площади уже в эти выходные. Также губернатор области провел живой диалог на серьезные темы с молодежью. Какие вопросы волнуют современное поколение и каковы перспективы развития областного центра. Об этом саратовские студенты спросили губернатора Валерия Радаева. Кто из молодежи готов работать в правительстве прямо сейчас, узнала Елена Петрова. Мы не можем признавать какие-то технические или аграрные достижения, но наше главное достижение – это люди, это профессионалы. Это и есть одно из самых важных достижений, уверен губернатор. На встрече с членами клуба молодого избирателя региона обсуждают деятельность молодежи. Формат живого общения выбрали не случайно. Сегодня у каждого есть возможность задать вопрос напрямую губернатору. Работа в команде губернатора очень сложна, но мне кажется, очень интересно. Может ли простой студент, не будем его пальцем показывать, пройти практику и получить достаточный опыт в вашей команде? Они не боятся сложностей в своих силах и опыте уверены. Таким студентам в правительстве всегда рады, говорит глава региона. Если учащийся вуза покажет себя настоящим профессионалом, то после практики ему могут даже предложить вакантную должность. Всего-навсего надо быть порядочным и профессионалом. Поэтому есть система подготовки. Мы сегодня сотрудничаем, по-моему, с академией госслужбы, с экономом. И у нас уже на практике очень много бывает студентов по году. Целый блок вопросов касался благоустройства областного центра. Затронули проблему реконструкции фасадов старинных зданий Саратова. Мы видим соседей по ПФО, допустим, Татарстан, которые сделали из зданий в удовлетворительном состоянии действительно визитной карточки города. Как вы считаете, может ли Саратов перенять такую традицию и их опыт? Уже перенимает, заверил губернатор. В этом году в Саратове стартовал беспрецедентный проект реконструкции исторических зданий. На Московской уже приводят в порядок фасады, в планах ремонт на челюскинцев. Планируют также очистить центр города от навязчивой рекламы. Ну и, конечно, реализуют все эти начинания совместно с масштабным ремонтом дорог. Участники встречи интересуются, не получится ли так, что укладывать асфальт в Саратове опять будут ближе к зиме. Нет, уверен губернатор. В этот раз работы стартовали раньше и завершаться до холодов. Эти ресурсы приходят чуть позже, поэтому есть конкурсные процедуры, и у нас затягиваются все эти моменты. Но это ни о чем не говорит, что надо укладывать асфальтное покрытие здесь в дождь, в грязь или в мороз. Ни в коем случае. Лучше эти объемы перенести на следующий год, если не успеть. Но максимально надо стараться сделать сегодня. В Саратовской области есть чем гордиться, уверен глава региона. Теперь дело за инициативной молодежью. Именно им предстоит развивать Саратовскую область. Елена Петрова, Роман Шельдяев, Саратов-24. На региональных предприятиях оборонки выявили ряд проблем. Об этом заявил Максим Овчинников, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Чиновник отчитался о результатах визита в регион. Он рассказал, что с этого года ФАС получил полномочия по регулированию государственных оборонных заказов. Что касается нарушений, федеральный чиновник отметил, что зачастую предприятия оборонки намеренно не ищут поставщиков и не вкладываются в оборудование. И в итоге раздувают финансовые издержки. Чтобы обязать предприятия этого не делать, необходимо менять некоторые действующие правила. Нарушений по оборонке в Саратовской области не меньше, чем в целом по России. Нет ничего добросовестного, когда вы договорились на торгах обмануть заказчика. Или когда вы умышленно включили в цену продукции военного назначения стоимость комплектующих, которые вы купили для исполнения гражданского контракта. Также Максим Овчинников затронул тему так называемых картелей. Внутри таких структур достигаются соглашения о ценах, объемах сбыта. Федеральный чиновник отметил, что предприятия Саратовской области, вступившие в картель с конкурентами, сами их сдают федеральной антимонопольной службе, чтобы избежать ответственности. У торгового центра пытался продать героин, но вместо обычных покупателей наткнулся на полицейских. Сейчас вы видите кадры видеозаписи с места задержания предполагаемого наркодилера. Выяснилось, что мужчине 34 года и он приехал из Новых Бурас. В аномарке у него оперативники нашли 90 свертков героина. Кроме того, были изъято три готовых закладки. Всего было изъято наркотическое средство общей массой 396 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сразу по двум статьям. За покушение на преступление и сбыт или распространение наркотиков в крупном размере. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет и штрафы в размере до миллиона рублей. Известно, что водитель иномарки ранее был дважды судим за сбыт и распространение наркотиков. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Елена Петрова. Она расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Елена, приветствую и тебе слово. Приветствую, Екатерина. Вначале расскажу о ДТП с перевернувшейся фурой. Инцидент произошел на трассе Саратов-Волгоград в районе поселка Синенький. На встречную полосу прямо перед грузовиком вылетела легковушка. Чтобы избежать столкновения, водитель резко повернул на обочину, но не справился с управлением и фура перевернулась. Легковой автомобиль скрылся с места аварии. В происшествии пострадали водитель и пассажир большегруза. Их госпитализировали. В Саратове же с управлением не справился водитель спорткара. На Астраханской Mitsubishi Lancer Evolution на большой скорости вынесла на тротуар, где автомобиль врезался в столб. У машины оказалось сильно повреждено крыло и две двери. Вытекла техническая жидкость. Автолюбитель отделался ушибами. В заводском районе в результате ДТП пострадал шестилетний ребенок. На Новоастраханском шоссе автоледи на Рено Логан выехала на полосу встречного движения и врезалась в Ниву-Шевроле. В результате столкновения женщина и ее ребенок получили травмы и были госпитализированы в больницу. И о пожарах. Накануне специалисты тушили общежитие строительного колледжа на Чапаево. Возгорание произошло в одной из комнат на четвертом этаже здания. Еще до приезда специалистов студентов оперативно эвакуировали на улицу. Пожарные потушили возгорание в комнате. При разборе сгоревших вещей выяснилось, что изначально воспламенился ноутбук, от которого огонь перекинулся на матрас. Также эвакуация потребовалась жителям дома в Ленинском районе. На улице Зои Космодемьянской вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Выяснилось, что горели вещи. Причина ЧП выясняется. Из дома эвакуировали 40 человек. Всего же за минувшие сутки пожарные подразделения региона ликвидировали семь возгораний, из которых четыре произошли в Саратове. Екатерина, тебе слово. Спасибо, Лена. А я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Плюс 10 в Саратове, помимо обещанных 100 дворов, до конца года отремонтируют дополнительные придомовые территории. Сделают это в рамках проекта «Наш двор». Уже в ближайшее время работы по благоустройству начнутся в комсомольском поселке. Между тем, мы продолжаем нашу ежедневную рубрику «Дворнадзор». Освещая те придомовые территории Саратова, которые нуждаются в срочном ремонте. И их должны привести в порядок уже в этом году. И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улицам Луговая и Украинская. Вот сейчас только пройдет дождь, и у нас будут одни лужи тут, грязь. И невозможно. В режиме «невозможно» живут уже 30 лет. В любую непогоду жителям дома на улице Украинская приходится надевать специальные сапоги, чтобы пройти к своему дому. А недавно здесь в рамках проекта «Наш двор» установили детскую площадку. Только у жителей складывается ощущение, что игровая зона здесь не для детей, а для автомобилистов. «Рады были бы очень, если бы нам чуть-чуть вот эти дырки, 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 дырки залатали. И машины, которые нам здесь очень мешают. Дети, видите, катается ребенок и стоит машина. Подъезжает. То есть безопасности нет никакой. Здесь должны быть дети играть. И желательно уравнять немножко площадку, потому что сколы, выбоины. И оградить площадку». Для жителей домов по улице Луговая, так же, как и в предыдущем дворе, автомобили – больной вопрос. Владельцы машин заполонили все пространство. «Ходить нам негде. Машины стоят на проезжей части, ездят. На пешеходной стоят. Пройти нам негде». Разъезжают автолюбители и по новым площадкам, которые на Луговой установили несколько недель назад. Качество оставляет желать лучшего. Вновь сетуют местные жители. Устанавливают площадки, по их словам, как попало. Наспех и в большинстве случаев вечером, при плохом освещении. «На асфальт положили песок. Вот вы даже сами видите щебенка. Песок уже с асфальта смывает дождем. И детям фактически такая площадка просто мала». «Конечно, мы рады, что нам поставили площадку. Но если ее ставить, то ставить ее нужно, наверное, с умом. Потому что здесь просто понатыкали вот эти сооружения, машинки, где детям просто не развернуться. Хотя есть достаточно места свободного, которым можно было занять, если его выровнять. Ну, понятное дело, они все знают, как это делать. Просто они и не захотели это делать». Жители надеются, что их просьбы подрядчики учтут. Следить же за ходом работ и качеством поручено губернатору и главе городской администрации. На контроль и реализацию проекта взял и телеканал «Саратов-24». В ежедневной рубрике «Дежурный репортер» «Дворнадзор» мы показываем, в каком состоянии находятся придомовые территории в Саратове и расскажем словами самих жителей, как изменится двор после ремонта. Полина Попинец, Алексей Бредихин, «Саратов-24». В список подлежащих ремонту попали более 100 дворов областного центра, но сама программа рассчитана на три года. Если ваш двор тоже нуждается в кардинальных изменениях, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту infosobaka.saratov24.tv Либо звоните по телефону 705-755. В настоящее время к нам в редакцию уже поступило около 600 обращений. Каждая поступившая заявка будет рассмотрена. О проблемах ваших дворов, уважаемые телезрители, мы обязательно расскажем в информационных выпусках «Саратов-сегодня». Те фотографии и видео, которые вы нам присылаете, также лягут в основу сюжетов. Быстро, безопасно и недорого. Так теперь могут добираться жители Ртищева до областного центра и обратно. Между городами запустили рельсовый автобус. Этого люди ждали на протяжении двух лет. Станислав Жижин подробнее. Этого сигнала жители сел Ртищевского района ждали несколько лет. Рельсовый автобус вновь курсирует до райцентра. Радости пассажиров теперь нет предела. Мы очень довольны. Очень довольны. Удобно. Для нас вообще это счастье, что его пустили. Не только счастье, но и большая экономия. За два года на поездке в такси выложили приличную сумму и прошагали до транспорта не один десяток километров. Мне надо пройти больше трёх километров. Там идёт попутка. Вот на эту попутку сесть надо. И тогда приедешь Ртищево только. Это будет 40 километров. Вот даже посчитайте, мы на кладбище, чтобы приехать с вещёвком на кладбище. Я должна отдать три сотни только на маршрутке. А на такси 600 в один конец. В Набад первыми забили жители села Подгорен. Как говорят, и сами мучились, и местные школьники сильно страдали. Ведь до цивилизации приходилось добираться пешком. Здесь 3,5, что ли, 4 километра. Они снег вот так идут. Гололёд. И главный там мост. И однажды шла внизу река. И прям так страшно. Ты гляди упадёшь. А рядом поезда и поезда. Дожидаться трагедии не стали. Написали обращение на имя губернатора. В ходе визита в Ртищевский район глава региона побывал в селе и дал распоряжение пустить пригородное сообщение. В кратчайшие сроки дети вновь получили возможность безопасно добираться до школы. Мы сами их провожаем до остановки. Они сели, поехали. Там их встречает учителя. Специальный учитель. И они уже идут в школу сами. Школьники и ветераны бесплатно. Взрослые добираются до райцентра быстро и с комфортом всего за 57 рублей. Единственное неудобство сейчас график движения. Его организовали, ориентируясь на учебное время. Но ради безопасности детей взрослые готовы потерпеть. Главное, говорят они, чтобы поезд снова не отменили. Радаев, я лично слышала на заседании, он сказал, пригородное сообщение убыточно, будем субсидировать, никто отменять не будет. Это я лично слышала. А раз он, я уже теперь точно знаю, что он слова свои держит, значит субсидирование будет на следующий год выделено уже в обязательном порядке. Заложено это будет планово. Поэтому я не вижу смысла в том, что говорят, не будет ходить. Будет ходить. Будет. Я надеюсь. Радаев слово держит. В местном управлении железной дороги ждут коллективного решения жителей по поводу графика, чтобы вместе продумать наиболее удобное время для курсирования второго вагона. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. Вот вы лазенька. Несколько десятков производителей сельскохозяйственной техники представили свою продукцию на новой выставке. Демонстрация современного оборудования прошла в Энгельском районе рядом с селом Новая Терновка. Здесь в поле открылась первая выставка «Сарагра». Организатором стал холдинг «Саратов сегодня». В мероприятии приняли участие производители из Саратовской области, а также из других регионов Поволжья. Всего несколько десятков компаний. На выставке демонстрировали и передовую сельхозтехнику, и современные агротехнологии. Основные направления мероприятия – растения и животноводство «Агротехмаш», приусадебное хозяйство и лизинг для сельхозпроизводителей. Сельскохозяйственные выставки для нас в последнее время стали приоритетными, потому что на них заключается много договоров, и большого объема сейчас спрос идет на технику сельхозпроизводителей. Особенно надеемся в этом году, в связи с тем, что получен хороший урожай. Выставку приурочили к году хлебороба. Сарагра будет проходить в Энгельском районе в течение двух дней. Трезвая молодежь – выбор России, фоки звездный. На первой в Саратовской области форум собрались больше полутора тысяч молодых людей. Перед школьниками и студентами у входа в спортивный комплекс выступили профессиональные спортсмены, трейсеры, а также байкеры, которые устроили для молодого поколения настоящее шоу на мотоциклах. Кроме того, учащиеся образовательных учреждений смогли стать не только зрителями, но и участниками выступлений. Как отметили организаторы форума «Общественное объединение Саратов молодой», такой форум поможет показать молодым ребятам пользу спорта и здорового образа жизни. «Бываю в детских колониях и тюрьмах и сталкиваюсь с людьми, которые когда-то пустили руки, которые когда-то попробовали алкоголь или наркотики и после этого стали зависимы. И чтобы не допустить это, и чтобы не работать только со следствием, нужно работать и с причиной. Профилактика здорового образа жизни – это очень важно». «Вот этот форум показывает, что есть здоровые люди, что не обязательно употреблять наркотики, не обязательно курить, пить, нужно заниматься физкультурой, не обязательно профессиональным спортом, физкультурой, утренней зарядкой, быть в тонусе и быть лучшими». Перед юными зрителями на спортивном стадионе «Звездного» выступили творческие коллективы и чирлидеры. На форуме также присутствовали известные спортсмены, участники летней Олимпиады в Рио. Организаторы отметили, что форум станет ежегодным. Авторитетная и популярная среди социально активных слушателей нашего города радиостанция «Русская служба новостей» в Саратове 101.1 FM запустила новый проект с говорящим названием «Накипело», призванный придать огласки проблемам горожан и обратить на них внимание ответственных инстанций. Героем проекта «Накипело» может стать любой житель нашего города каждую среду в 16.45 в эфире радио «Русская служба новостей» на волне 101.1 FM. «Мой двор – лучший двор» в областном центре подвели итоги акции конкурса с таким названием. Ее организовал журнал «Антенна Телесемь» в Саратове, коллектив которого таким образом решил призвать жителей города улучшить эстетический вид придомовых территорий. Соревновались все дворы Саратова. Членам жюри пришлось нелегко для того, чтобы выбрать лучших творцов дворового искусства. Эксперты объездили все дворы. В итоге финалистами стали 11 придомовых территорий. Церемонию награждения решили провести во дворе победителя на улице Валовая, 41, дробь 53. Лебеди из шины, двухметровый жираф, цветы на придомовых клумбах – все это дело рук Ольги Ильиной. На то, чтобы украсить свой двор, у женщины ушло больше пяти лет. Все это было замусорено. Все сама разгребала, машину нанимала. Тут ребята помогают, грузчики, там кто-то чего-то вывозила мусор. Все. Просила земли. Компания мне привезла земли. Все. Облагоустроила. Все. Мы выбирали не одни. С нами выбирали представители управляющих компаний, представители партнеров независимых, которые не имели своего интереса. Мы ездили по дворам, посмотрели фотографии. И мы оценили прежде всего реальный труд реальных людей. Этот проект представители журнала «Антенна Телесемь» в Саратове провели впервые за старание. Облагородить свои дворы все финалисты и победители получили денежные сертификаты и сувениры от журнала «Антенна Телесемь» в Саратове. И на этом у меня все. Я хочу напомнить, что наш канал стал еще доступнее. Скачивайте мобильное приложение «Саратов-24» в App Store и Google Play. Архив программ, прямой эфир и актуальная телепрограмма всегда под рукой. Прямо сейчас эфир продолжит программа «Прямая речь». Я же на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова